В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил исключить возможность распространения в республике особо опасных болезней животных. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании 8 февраля, говоря о эпизодической ситуации в регионе. Только за январь в России уже зарегистрировали 18 вспышек африканской чумы свиней в 8 регионах, ближайших к Башкортостану очаг на территории охотсхозяйства в Альметьевском районе Татарстана, где заразу выявили у добытого кабана. В связи с этим Радий Хабиров поручил усилить контроль за перемещением диких животных в природе, а в 10-километровых буферных зонах вокруг свиноводческих предприятий изъять до 100% поголовья дикого кабана. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 25 тысяч человек. За сутки подтвердили 163 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин. Всего выздоровели 19 368 человек, из них 54 за минувшие сутки. В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 39 тысяч доз вакцины. На днях поступило еще более 2000 доз. Записаться на прививку можно и через портал госуслуги. С 15 февраля по всему Башкортостану стартует плановая ежегодная диспансеризация населения. А с 19 апреля акция «Здоровая республика. Здоровый регион». Шесть медицинских автопоездов поедут по Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стрелитамакскому и Белорецкому направления. Среди других тем – реализация полномочий по распоряжению неразграниченных земельных участков, борьба с нелегальными пассажирскими перевозками и недостатками в организации школьного питания. Итоги деятельности Центра управления республикой. Центр управления республикой или ЦУР был организован осенью 2020 года. Это единая цифровая платформа, которая охватывает все сферы жизнедеятельности региона. На основании обращений жителей Башкортостана будет формироваться интерактивная тепловая карта региона. Она станет наглядной платформой для сбора и анализа сигналов с мест и последующего решения вопросов. После видеоселекторного совещания в правительстве региона, руководители иноульских учреждений и организаций заслушали и обсудили противопаводковые мероприятия 2021 года. С основным докладом выступил заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Рузель Фаршатов. С одокладчиками выступили руководители семи подразделений, среди которых пожарно-спасательная часть, энергоснабжающие предприятия и дорожные службы. Торжественное награждение участников и победителей конкурсов «Учитель года иноульского района», «Учитель башкирского языка и литературы», «Молодой учитель года 2021» прошло в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 5 февраля. Участие в конкурсах приняли 15 педагогов иноульского района. Конкурс проходил в два тура. В начале февраля жюри подвели итоги отборочного тура, где учителя написали эссе на различные темы. В финал вышли 9 участников. Грамотой управления образованием иноульского района 2021 Алена Гизидинова и Динара Нургалиева. Грант в размере 3 тысяч рублей получил Ревиль Киндяжев. Он занял третье место в конкурсе «Молодой учитель года 2021». Грант в размере 4 тысяч рублей и второе место конкурса завоевала преподаватель лицея Арина Шибанова. Гранта в размере 3 и 4 тысяч удостоились преподаватель Каймашабашской школы Эвелина Комедулина и педагог лицея Ильяна Шугаепова. Они заняли третье и второе место в конкурсе «Учитель года иноульского района 2021». Первое место и грант в размере 5 тысяч рублей в конкурсе «Молодой учитель года 2021» завоевала Надежда Баташова. Победителем конкурса «Учитель года иноульского района 2021» стала учитель лицея Раушанья Боязитова. Обладателем грант-при районного конкурса «Учитель года башкирского языка 2021» стала Ирина Сафина. Регина Фазылова, Нил Сафин, Служба новостей иноульского телевидения. Презентация нового социального проекта «Радость жизни» состоялась в детской школе искусств 8 февраля. В этот день в зале собрались самые активные жительницы иноульского района. Подробности далее в сюжете. В имени администрации иноульского района и лично от заместителя главы администрации по социальным вопросам Миньяровой Глупарки Савильной разрешите передать вам слова приветствия и пожелания яркой, активной работы сегодняшнего дня. Ведущий специалист отдела социальной, молодежной политики и спорта администрации района Марина Соснина поздравила участниц проекта с началом новой, интересной и насыщенной жизни. Новый проект «Радуга жизни» пятый по счету реализуемый в нашем районе благодаря стараниям Совета Женщин Янаульского района. Большой вклад общественной организации высоко оценили и на федеральном уровне. В этот день председатель Совета Женщин района Ильсияр Проскурякова была награждена памятной медалью дочерям Отечества Совета Женщин Российской Федерации. 2020 год был ознаменован 30-летием Союза Женщин России и 100-летием женского движения Башкортостана. Об итогах работы Совета Женщин района и успехах, достигнутых в минувшем году, рассказала его председатель Ильсияр Проскурякова. В этот день она отметила почетными грамотами председателей женсоветов, членов президиума и волонтеров. Почетной грамотой Союза Женщин России была награждена Почетными грамотами Союза Женщин Республики Башкортостан были отмечены председатель женсовета Новоордольского сельского поселения Аминева Гульсина Гариповна, член президиума, заместитель председателя Совета Женщин Янаульского района Белова Вероника Владимировна, член президиума Совета Женщин Янаульского района Байдемирова Валентина Валентиновна, Новый проект стартовал в первых числах февраля, а уже на этой неделе для участниц начнутся первые занятия. Желающих вести активный образ жизни и дружить со спортом в этот день было немало. В программе занятий комплекс адаптивной физической культуры и лечебно-оздоровительная гимнастика, скандинавская ходьба, аквафитнес, курс лекций и практических занятий с участием врачей узких специальностей, психолога. В этот день перед гостями выступила врач-гириатор Алевтина Чебан, невролог Юлия Потеряева, педагог-психолог Рушинья Габдрахманова. Они рассказали о том, как укрепить свое здоровье, противостоять коронавирусной инфекции и быть в хорошем расположении духа. Праздник продолжили художественные номера. Кроме того, все желающие смогли посетить импровизированную книжную выставку. Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти мастера спорта Советского Союза Рафика Незамудинова, прошли на лыжной трассе вблизи оздоровительного лагеря «Орленок» 7 февраля. Участие в состязании приняли более 40 спортсменов из Янаула, Нефтекамска и Пермского края. Внимание! Стар! Первыми на старт вышли юные спортсмены. Участникам от 7 до 18 лет. В зависимости от возраста, дистанция для всех разная. Лыжникам необходимо было преодолеть от 2 до 5 километров. Трасса непростая и требовала от ребят как физических усилий, так и практического опыта. Каждый участник старался выложиться на все 100%. Я из Нефтекамска, я занимаюсь шестой год. Лыжникам было хорошее, но погода сегодня холодная. Бежать было легко, но вот последний подъемчик перед финишем было тяжеловато. А так мне все понравилось. Была упорная борьба, но я ее выиграла. Я заняла первое место. Все как планировала. Следующими стартовали женщины. По условиям состязания лыжницы должны были пройти первую часть трассы классическим ходом, вторую – свободным стилем. Следом за ними в лыжную гонку включились мужчины. Требования те же, однако общая дистанция больше – 10 километров. В этот день на соревнованиях собрались опытные спортсмены. Но, как признаются участники, из-за холодной погоды бежать непросто. Уроженец села Барабановка Юрий Зиятов заниматься лыжным спортом начал еще с третьего класса. Сейчас за его плечами немало побед и достижений. Сегодня он готовится к всероссийским лыжным соревнованиям. Занимался я с третьего класса. Ух, уснули на Валерии. И так. До девятого класса вот как раз. А потом уже у других тренеров продолжал. Сейчас был два года перерыв. Вот в этом сезоне снова начал. Не знаю, посмотрим, что и как получится. Ну, я здесь бегу второй раз, по-моему. Может, больше. Ну, трасса здесь хорошая, плотная, но плохо то, что сегодня лыжник отец морозный. Вот поэтому устал. Соперников я знаю. Я знал, что эти ребята будут сегодня. Знаю, на что они способны. Ну, в принципе, нормально все. С нетерпением своего старта ждали лыжники старшей возрастной категории. Своими результатами большинство спортсменов остались довольны. В этот день они демонстрировали хорошую физическую подготовку. Лыжная трасса у нас содержится с осени. Еженедельно она по пятницам у нас укатывается. Так что все любители лыжных прогулок и лыжного спорта могут в выходные дни довольствоваться и радоваться природой. Пользуясь моментом, хочу пригласить всех на 13 февраля на поле Сабантуя, на лыжню России. Показавшие лучшие результаты, каждый в своей возрастной группе получили грамоты, медали и ценные призы. Также памятные подарки получили самые взрослые и самые юные участники соревнования. Гуляра Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Республиканский этап конкурса «Трезвое село-2020» в самом разгаре. Активно участвуют и победители муниципального тура, жители села Орловка. Так, в минувшие выходные здесь прошел целый ряд спортивных и интеллектуальных соревнований. В каких состязаниях участвовали сельчане и кто стал победителем, далее в нашем эфире. В субботний день перед Орловским сельским домом культуры царило оживление. Здесь прошла акция «Уличная гимнастика» для юных жителей села. Дети с удовольствием участвовали во флэш-мобе. Продолжением дня стали спортивные соревнования для детей. Работники культуры подготовили для участников разнообразные конкурсы. Ребята бегали в мешках, командой ловили мяч по крывалам, катались на одной лыжи, закидывали снежки в ведро. Активно поддерживали своих друзей и зрителей соревнований. Работники Орловского сельского дома культуры ежемесячно проводят спортивные соревнования для детей. Основная задача этих мероприятий – пропаганда здорового образа жизни. В каждом мероприятии участвует основной костяк детей. Им очень нравится приходить, найти соревнования, участвовать в них. Они получают массу положительных эмоций. Закрепились и такие традиции, как флэш-мобы, велопробеги. И очень понравилась нашим детям новая игра – квесты. Летом мы проводили квесты по искусладкого приза, зимой зимние забавы. И сейчас планируем провести весенние квестовые игры. После дети направили в сельский дом культуры на фотопрезентацию семей, ведущих здоровый образ жизни. Перед подрастающим поколением выступила глава администрации сельского поселения Любовь Шамшурина. Она рассказала детям о сельчанах и активистах села, ведущих здоровый образ жизни. Они участвуют в проводимых субботниках, культурно-массовых мероприятиях, увлекаются лыжами, коньками, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта. Любовь Шамшурина призвала ребят вести активный и здоровый образ жизни и пожелала им в будущем стать также почетными жителями села. Интеллектуальная игра «Игры разума» прошла в Орловской сельской библиотеке 6 февраля. В состязании участвовали две команды школьников – «Лотос» и «Женьшень». Дети соревновались в различных конкурсах, составляли слова, угадывали пословицы, разгадывали загадки, отличали вредные привычки от полезных. Познавательные конкурсы прошли и для зрителей. Ребята активно отвечали на вопросы. Тем временем выступление команд оценивало жюри. Для детей были подготовлены вопросы, посвященные о вреде курения, принятии алкоголизма, наркомании, токсикомании. Они очень активно отвечали на вопросы, особенно заинтриговали нас болельщики, и помогали, и отвечали на вопросы. Они очень пришли подготовленными на мероприятия. Все проводимые мероприятия в летнее, в зимнее время ребята посещают с охоты. Несмотря на то, если даже проводить мероприятия на природе, если даже проводить мероприятия в библиотеке, они охотно посещают, они просто бегут. Даже в зимнее время проводили мероприятия, рисовали свою любимую новогоднюю игрушку. Даже пришли дети с родителями. Родители тоже посещают, и они любят библиотеку с большим удовольствием. Неудивительно, что в этот день победила дружба. Обе команды выступили достойно и набрали равное количество баллов. Ребята получили сладкие подарки и заряд хорошего настроения. Гульнара Ситтиква, Ясхабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Всероссийская перепись населения пройдет в новые сроки в сентябре 2021 года. Такое решение было принято правительством Российской Федерации с целью не помешать текущему улучшению эпидемиологической ситуации в стране и гарантировать безопасность всех участников. Подробнее об условиях переписи населения рассказала уполномоченная по вопросам переписи в Янаульском районе резидент Парыгина. Новые сроки позволяют остаться в рамках раунда переписи рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращаются домой из отпусков. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным оборудованием. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. Мастер-класс и товарищеская встреча между юношами и ветеранами сборной команды по хоккею Янаульского района состоялась на ледовом катке по улице Некрасова 7 февраля. Они прошли в рамках открытых всероссийских массовых соревнований «Лед надежды нашей». Ребятам рассказали и показали ключевые элементы катания и базовые приемы владения шайбой для более эффективной игры в хоккей. Ветераны подсказывали и направляли юных спортсменов, после чего юноши смогли испытать полученные знания на практике. Для ребят подобные встречи – это новый опыт и возможность совершенствовать себя в этом виде спорта. Мастер-класс игры в хоккей проводится в рамках плана мероприятий «Года здоровья» и активного долголетия в Республике Башкортостан и входит в реализацию социального проекта «Опыт, мудрость, наставничество. Путь к долголетию» в Янаульском районе. Целью данного мероприятия является передача опыта людей старшего возраста, ветеранов хоккея, подрастающему поколению и создание условий для их вовлечения в активную общественную деятельность как необходимого фактора активного долголетия. Мастер-класс для детей приготовила сборная команда ветеранов по хоккею. Сегодня ребятам показали ключевые элементы катания и базовые приемы владения шайбой для эффективной игры в хоккей. Мы надеемся, что этот мастер-класс наполнит ребят мотивацией и позитивными эмоциями для дальнейших спортивных побед. И это, пожалуй, все главные события к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воздуха ночью минус 28, минус 33, местами до минус 23, днем минус 17, минус 22 градуса. Девятое февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1904 году, русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы в бухте Чемульпо в Желтом море. Силы были неравны, но матросы и офицеры не спустили Андреевский флаг перед неприятелем. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван экипажем. Вкусняшки от находки по сладким ценам. Конфеты даешь 209 рублей. Набор пирожных «Чизкейк» 69 рублей. Вафельные рулеты 530 грамм 89 рублей. Срок акции по 14 февраля 21 года. Подробности у продавцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Центральной районной библиотеки пройдет программа детского юношеского телеканала «Тамыр». В 11 часов презентация и показ первого анимационного сериала на башкирском языке «Нурбастан». Конкурс «Умники урана. Награждение игры». В 12 часов пройдет профессиональная фотосессия семей, изучающих шажере, для межрегиональной выставки «Семейные корни». Тем временем в детской школе искусств пройдет программа детского литературно-художественного журнала «Акбузат». В 9 часов начнется презентация журнала «Акбузат» в рамках 30-летнего юбилея ознакомления с условиями республиканского открытого конкурса «Шажерема» и «Анкета» среди подписчиков журнала. Также пройдет мастер-класс от художников журнала «Акбузат». В 11 часов презентация мультфильма «Шумер» на северо-западном диалекте башкирского языка и анкетирование. Добро пожаловать! Каким вас видят другие люди? Вы вежливый, вы всегда рады помочь. Вы воспитанный, вы уважаете старше. Вы интеллигентный, умеете проявлять особое внимание. Но что больше оценят люди? Они оценят реальную заботу об их здоровье. Коронавирус по-прежнему опасен. Носить маску значит проявлять заботу об окружающих. Огонь беспощаден. Он не прощает беспечность. Живей, я кому сказала? Итак, из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну, купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была. А что, новый телефон? Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Субтитры создавал DimaTorzok